Руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуш присоединяется к нашему эфиру. Николай Григорьевич, приветствуем. Приветствую, слава Украине. Здравствуйте, героям слава. Николай Григорьевич, мы видим разную технику, которую Украина покупает и получает от западных партнеров, которые используются активно на поле. Ассортимент потрясает. Это действительно так. Но насколько вот это великое разнообразие этой техники не влияет, отрицательно имеется в виду, на логистические моменты? Не создает ли это дополнительных логистических проблем для украинской армии? Поскольку речь снова-таки идет о разной технике, совершенно разной. Разные бронетранспортеры, разные танки, разные самолеты. Ну, первое, конечно, мы говорим о большом количестве поставки и самые разные системы, как вы сказали. Поэтому в данный момент, конечно, есть проблема в плане именно проведения их адаптации к нашим условиям, слаживания, то есть создания именно боевых частей, это батальона, бригад и, соответственно, единой системы огневой подготовки, ведения боевых операций, координации деятельности. Но то, что поступает с Запада, мы четко скажем, это, как правило, адаптировано до стандартного НАТО и до системы управления. Как на стратегическом уровне, это в целом масштабах армии, так, соответственно, целых направлений, бригад, батальонов, сводов и даже сейчас мы говорим о отдельных групп наших бойцов. Но в данный момент, конечно, ряд систем нужно еще адаптировать к прошлым советским системам. Например, мы имеем и гаубицы, и ракетные системы, вот, ЕС-300, те же, например, противовоздушные системы, вот, и танки Т-72 и другие типы, БТРы. Вот, тут уже, конечно, встают вопросы в отношении того, что мы совместили. Но мы очень удачно начали эту работу, потому что ряд систем наведения, коммуникаций, радиосвязей, они уже сегодня наторского образца. И поэтому работают условно, так скажем, упрощенно скажу, на одних параметрах, одних частотах. Имеют, например, единую систему, как бы, опознавания свой-чужой. Имеют систему координации по всем уровням, от центральных штабов до самых, так сказать, низов, прямо введения поля боя. Поэтому, да, действительно проблема есть, это реально мы узнаем, но она решаемая. И она решается в ходе уже сейчас и поставки, и подготовки, особенно, например, танки, БТРы, САУ. Уже мы с учетом того, что уже тут имеем в Украине, что находится на поле боя, и что необходимо адаптировать уже во время перемещения в Украину и направления в части. Это, в первую очередь, батальоны и бригады. Я думаю, что в данный момент уже наши специалисты вместе с иностранными технологами, инженерами, специалистами вооружения, техникой и, соответственно, особенно радиоэлектроники, они работают очень эффективно. Мы недаром проводим там обучение сейчас не только владеть, например, танками или там ракетными системами или противовоздушными системами, а какие модели работают таких частотах. Как адаптировать, например, всю серию, линейку, например, «Леопарду». Они адаптируются и с мартерами, они адаптируются практически со всеми БТРы, САУ, немецкого, европейского, американского и британского образца. То есть тут нет больших проблем. Поэтому я думаю, в данный момент координация идет, подготовка идет, до этого имеется примерно 2-3 месяца. Мы уже фактически формируем единую систему и огневых средств, там, где необходимо увеличить возможности «Леопарду». Мы туда группируем батальоны и бригады, САУ, там, где действительно сейчас ситуация связана с активной обороной, а перспективно с наступательными операциями тут уже будет координация куда что направить, какие ударные силы. Где будет концентрация бронетанковой техники, артиллерийских резервных систем, ракетных систем, особенно которые будут уничтожать логистику уже врага, которые будут двигаться с территории России или с оккупированных территорий. То есть, ну, это большая, я прямо скажу, такая кропотка работа, которую нужно делать очень эффективно день и ночь. Николай Григорьевич, а почему вот это все многообразие передаваемой нам техники, о которой мы год назад еще и не мечтали, только начинали выпрашивать ее, да, просить с этой помощью, не распространяется на авиацию? Как вы считаете, мы же можем и Ф-16 как-то совместить с нашими авиационными вооруженными силами? Ну, сейчас, если мы говорим уже о тех системах управления огнем или координации стратегического уровня, конечно, туда вписываются любые самолеты, включая Ф-16. Поэтому в данный момент это чрезвычайно важная составляющая. Мы должны задействовать все силы, чтобы они были поставлены. И наши даже специалисты говорят, что попробовали летать и по всем признакам, как мы говорили, полгода нужно. Но мы же смотрим, можно освоить и за пять месяцев. Хотя наши американские коллеги говорят, что это где-то год, год и три, год и шесть месяцев. То есть они давали нам стандартные какие-то ускоренные варианты. Мы воюем, мы это все имеем на фронте, в боевой ситуации, поэтому быстро осваиваем. Тем более сейчас наши билоты, они же эффективно разбираются в системах управления, радиоэлектроники, наведения, защиты, маскирования, как мы говорим. В данный момент все это работает. Но две причины. Первая, то, что наши коллеги из США и все приняли на Рамштайне концепцию, что сейчас необходимы те средства, которые мы осваиваем очень быстро, и они идут в бой. Или в крайнем случае нужна подготовка где-то 4-8 недель. Это то, что мы осваиваем, начиная от дальнобольной артиллерии, ракет, противовоздушных систем, начиная от Петри, у нас более сложных, танков, БТР, БМП, соответственно, радиоэлектронных систем, то, что может быстро быть задействовано в обороне. Сейчас Бахмут, Абдеевка, Вулидар, Руслата Криминаев, что чрезвычайно важно. И самое главное, по плане подготовки тактических и страдейских наступательных операций. То, что мы успеваем, а наши коллеги рассматривают, что это может быть на протяжении 2-3 месяцев. Как и сказал, кстати, и министр обороны Резников, что это может быть конец апреля, мы говорим, может май, может июнь. Но в этот период уже помещается вся система поставок вооружения, техники, самое главное, боеприпасов разных типов, дальнобольной артиллерии и, самое главное, ракет дальних радиусов действий до 150 км. Вот это все сейчас быстро собирается. Они представляют и Остин, и Миле неоднократно говорили. Да, сейчас самолеты быстро не могут поставлены быть, они не будут освоены на протяжении 3-4-5 месяцев. И мы уже говорим, что полгода. Это уже немало. Они говорят, еще больше. Кроме этого еще аэродромы полностью, кроме этого система управления этими самолетами. И, кроме этого, самая очень большая составляющая – это ремонтная и обслуживающая база. Немало внимания обращаем на наземные службы. Это ежедневный, ежесуточный ремонт, регламенты работы по самолетам. Это целые системы, конечно, и управление ими, и, соответственно, комплекты, которые должны быть. И специалисты, не только летчики, а большое количество инженеров, техников, партнеров за рубежа, возможно, комплектующих. То есть это громадная-громадная работа. Я сам был так же, кроме разведки и авиации, это не делается за месяц-два при самых лучших наших показателях. Но это нужно делать, потому что это наша перспектива. Если мы выгоним врага с территории Украины, мы это сделаем точно. В ближайшие, например, месяцы нам самолеты такие нужны будут для создания очень мощной системы обороны на будущее. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, в процентном соотношении против кого воюем? Ну, то есть сколько в процентном соотношении занимают, например, те же вагнеровцы, сколько новоиспеченные, мобилизованные, сколько регулярные войска страны-агрессора? Ну, на сегодняшний день мы смотрим, что именно вагнерцы просто сузили направление, особенно по Бахмуту. И сегодня Пригожин пытается именно доказать, что как он обещал Путину, так он решил задачи по Бахмуту. Поэтому он уже кричит в отношении того, что захватил там центр, юридический центр, что не соответствует действительности. Но если мы говорим о всей системе, вот именно возле Бахмута, так это примерно 30%. Потому что у него не хватает ни сил, ни средств, поэтому он концентрирует узкий участок борьбы. Другие участки занимают примерно 25%. Десантно-штурмовые бригады примерно 30%. Это воздушные десанты войска. Часть именно небольшая, там где-то 7-8%. Это, конечно, представители ДНР и ЛНР, мобилизованные, те, которые подтягиваются, но уже частично обучены. Ну и дальше там уже морская пехота, это процентов также 7-8, не больше. То есть примерно профессиональные части, которые находятся в окружении, если мы говорим, полуокружении Бахмута. Но они терпят сегодня поражение. Мы их перемалываем очень активно. И мало того, они для того, чтобы мы не начали контрнаступы, прямо на Донецк, прямо мы говорим, возле Вугледара, возле Авдеевки, Сватого Кременная, они вынуждены держать также большие подразделения и также более-менее профессиональные. Поэтому в данный момент это все ВДВ, ДШБ, десантно-штурмовые войска, морская пехота. И держат его в Вугледаре, и бросают на Авдеевку, бросают на Сватого Кремена две дивизии, соответственно. Ну и Бахмут, уже тут сборная солянка всех, те, что я назвал, еще платяют новых мобилизованных и планируют подтянуть, потому что больших профессиональных резервов нет. Есть небольшие части, вчера буквально ребята фиксируют, прибыли ДШБ, дистанционная бригада, в неполном составе ограниченном, и пытаются прорываться дальше. Но их сравнительно уже мало, больших подразделений для того, чтобы развернуть дополнительные резервы и наступать на Бахмут, захватывая на Авдеевку, как они сейчас второй приоритет ставят, ну и на другие регионы практически нет. Это как бы ознака того, что они выдыхаются, потому что закрыть дыры мобиками не смогут. Вот это то, что сейчас имеет, это все брошено туда. Ну, мало там, не только десантников, тают ряды вагнеровцев, и вот учитывая жесткий конфликт Пригожина с Министерством обороны Российской Федерации, как вы считаете, какой будет в будущем роль ЧВК «Вагнер» в этом нападении России на Украину? Я считаю, что сейчас вагнеровцы просто бросают на самые такие тяжелые участки, чтобы просто-напросто уничтожить это подразделение в целом. И как раз понесить и статус и самого Пригожина, дискредитировать его, и военные для этого все делают. Вот неоднократно уже кричал на всех направлениях, что меня бросают специально на убой, ограничат поставку вооружения, техники, особо боеприпасов. Вот эта война продолжается, он пытается сейчас дискредитировать военных, что они не могут решить задачу, и он единственное решает проблему по Вагнеровцу, по Бахмуту. Это я прямо еще раз подтверждаю, то, что Путин является как уже момент истины. Он уже не может смириться, почему не захвачен Бахмут. Поэтому и Шойгу, и Герасиму обещали ему сливать в разные сроки, Пригожин также. Сейчас идет соревнование. Но военные, думаю, подставят сегодня уже Пригожину. С одной стороны, не выполнил обещание Путину, а с другой стороны, как можно больше, чтобы Украина и мы уничтожили их подразделения. А на этом фоне они уже будут доминировать. Вот я думаю, что действительно будет подрыв еще больше, уже процентов 75-80 вагнерс уничтожено. Это их последняя, условно, лебединая песня, которую они попытаются сделать, но они будут уничтожены. В принципе, но это и падение самого Пригожина. Потому что в данной ситуации мы видим, он начинает критиковать и центральное руководство, уже самого Путина. Высказываются сомнения в отношении спецоперации. Некоторые даже объективные оценки дают в отношении того, что это провал полный стратегии России. Это никому не нравится, даже приближенным Путина. Поэтому в данной ситуации они проводят различные операции по упреждающим ударам по нему. То есть по дискредитации, по поставке их на фронт и где-то ограничения даже боеприпасами, чтобы их больше уничтожали. По уничтожению их противников, например, в Санкт-Петербурге и в других местах. Уже три теракта против вагнеровцев конкретно есть. Россия это все. Оказывается, что это якобы мы, но там это свои разборки. Я прошу прощения, что перебиваю. Вы сейчас о владлении татарском, человеке Пригожино. Да, о нем? Да, мы говорим о военкоре, о военкоре, как он себя называл. Какой военкор? Он не военкор, да. Это грязный род Пригожина. Да, я так говорю, что он как бы называл себя, как он себя называл, так говорю. Вот, и Евгений Татарский, это не его же, соответственно, фамилия, имя. Но он активно поддерживал Пригожина, критиковал центральную власть. Но он четко призывал к агрессии в Украине, вот, как бы нагнетал ситуацию против украинцев и, соответственно, толкал самих вагнеровцев на совершение терактов и совершение известных преступлений. Поэтому в данной ситуации он реально был нейтрализован. Но это мы смотрим больше внутренней сборки между представителями и спецслужб, различных групп влияния. И сигнал Пригожину, что он, если бы дальше вести такую работу, которая непозволительна, они запретили сегодня законом критиковать и военных, и власть в целом. Вот, соответственно, и ему уже будут последние предупреждения. Недаром он высказывает, что он скоро завершит свою миссию здесь и со своими остатками уедет в Африку, уйдет спокойно, может, там заживать свою жизнь. А вы действительно верите, что так и произойдет? То есть, поджав хвост, будет бежать в Африку и там продолжать бесчинствовать? Или все-таки попытается каким-то образом ответить? Сегодня и Минобороны, и его противники так предполагают, и он об этом заявил в некоторых местах. А в перспективе он думал, что если Путин ослабнет, если режим начинает падать, будет разбалансирование, он попытается именно сейчас сработать на упреждение, создав какие-то новые блоки, представив свою военную структуру, объединився с некоторыми политиками, радикалами, которые могут быть, и могут претендовать уже на власть. В период, так сказать, миссис зоня, когда будет дестабилизация, когда мы будем гнать противника и уничтожать, когда режим будет слабый, и Путин сам, и украшения будут решать, как и убрать, тут уже появится пригожин. Он может как раз быть к столу одному из политиков или военных, или представителя спецслужб, которые его, и как раз особо военные его ресурсы, используют в борьбе с противниками, которые будут претендовать на власть Российской Федерации. А какая судьба в ближайшее время ждет Герасимова, главного виновника всех провалов последних месяцев на фронте? До 31 числа Донбасс не взят. К 9 мая Путин с чем выйдет на красную площадь? Они пытаются создать иллюзию каких-то побед. Это сегодня, конечно, Бахмут. Тут соревнования с Пригожиным, кто там первый, якобы, флаг будет поднимать, ничего не получается. И второй фактор, который Герасимов хочет использовать, это Авдеевку. Но вот если мы сегодня еще не захватили Бахмут, провести срочную операцию по Авдеевску, и показать Путину, что есть отдельный конкретный результат. Что сегодня Путин требует? Дайте хоть что-то. Бахмут, в первую очередь, Бахмут, конечно. Авдеевка, Авдеевка, Кулигдар или другие направления. Нужно россиянам показать, что они успешно выполняют свою спецоперацию. То есть эти теракты, которые проводят, или реальные, так сказать, активные наступательные действия не получаются. Результата нет. Он не смог отчитаться ни перед представителями военных в день, так сказать, военно-морского флота перед Россией, ни перед представителями ФСБ в день ФСБ 20 декабря. То есть полные провалы. Нечем учить ни перед Федеральным собранием, ни в Лужниках. Поэтому получается, что все же задаются, а где же успех? Что же новое, так сказать, есть? Где же новые территории, как царь, будем присоединить? Не получается. И тут провалы. Поэтому моменты, если награждаться, может быть Авдеевка, может быть Бахмут. То, что на себя взял ответственность. Мало того, он пообещал лично Путину, что эти вопросы будут решены на протяжении месяца. До 1 апреля. Сегодня, мы говорим, уже 3 апреля, ничего не исполнено. Поэтому все силы бросаются еще на три направления. Это Бахмут, это Авдеевка, Маренко. Хотя бы каким-то способом продвинуться и отчитаться Путину, что он выполняет задания и перспективы, имеют еще силы и возможности. Если этого не будет, а тем более мы начинаем уже теснить врага в ряду направления, как говорят наши спикеры военные, мы их продвигаем обратно, а еще будут контрудары, возможно, и тактического уровня, и более эффективно дальше, это, конечно, конец и Герасимову. Вот как раз для него наступает момент истины. Понятно, что будут сниматься сначала новые старые командующие, появляются все, вот на очереди буквально три человека, и после них Герасимов в пакете пойдет сразу. Николай Григорьевич, спасибо большое за комментарии. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, был с нами на прямой связи.